Так, Джиллион, 22-го года машинка уже, пробег совсем небольшой, 3 с небольшим тысяч километров проехала, в общем-то состояние как новое. Ну, по части качества к китайцам уже, вот у меня вопросов нет, по крайней мере такие бренды как Хавейл и Джилли, они уже достаточно долго на нашем рынке присутствуют, поэтому в плане надежности еще что-то я насчет этих машин уверен, тут вопрос, как это сделано в итоге и адекватно ли за это такие деньги отдавать, сколько сейчас просят за новый Джиллион. Тут все мягенькое, планшет офигенный, большой, хотя с другой стороны я не знаю, почему они не могут просто сюда планшет вот так вот встраивать, а вот эту всю панель и вместе с ней бы физические кнопки климата вот сюда бы вынесли, было бы идеально, так конечно, ну она с одной стороны красивая, но... Тот немножко удобно, дупоинга выглядит, но я могу сказать удобно, оно хотя бы здесь обзор никак не перекрывает, сидишь, обзору не мешает. Вот к этой панели приборов я привык, к сенсорам, ну на мой взгляд гораздо лучше, чем вот эта, которая в двух начальных комплектациях, комфорт и элит идет. Там, конечно, у хавейлов очень ужасные вот эти колодцы старые, это и на F7, и F7X, и здесь в Джиллионе, на мой взгляд, надо брать только вот с такой вот, так оно хоть как-то похоже на современный автомобиль, ну за эти деньги. И, в общем-то, если смотреть что-то вот подобное Джиллиону, вы можете выбрать, ну вот, например, выберите Петербург и увидите, что вот заданные параметры, предположим, будем сравнивать десятилетку, да, либо новый Джиллион на гарантии, либо там двух-трехлетний, либо вот от 13-го года начнем, тоже там 150 лошадок, условно, чтобы с 10 секунд выезжал, и до 2,5 миллионов. Ну вот в данный момент это всего лишь 340 предложений у вас будет, в росте кажется много, но вы не забывайте, 80, а то 90% это будут предложения дилеров и перекупов. У дилеров цены сейчас несоответственны действительности, то есть все, что вы видите на сайтах, там, у Рольф, там, Максель, Автополе и прочее, Сигмы, это все вы сразу, как бы, прибавляете, плюс 100-200 тысяч, а на некоторые модели и выше, если вы захотите за наличку купить, сейчас, к сожалению, так вот он дадует, работает уже, или, например, если вы скажете, нет, я все-таки еще хочу скидку, давайте через кредит, в кредите вы тоже переплатите, то есть никуда вы от этого не денетесь, работа так. Поэтому вот эти цены, которые мы видим с вами, там, на Автору, на Авито, к сожалению, они далеки от реальных. Ну, понятно, что они не в два раза ниже реальных, но вы не сможете приехать зачастую, в 90% случаев вы приедете, цены будут другие. Вот, например, вот этот Джилеон, откройте, там, в Мейджоре, да, он стоит, вот на него цена 2250, видите, типа, новая машина, 23-й гол, 255 пробег, комплектация не максимальная, это средняя, это либо элит, либо комфорт, ну, и вам к ней 100 пудов что-нибудь добавят, хотя, бывает, конечно, исключение, что могут они его продать, там, за эти 2250 за налич, да, если, например, она у них долго висит и не продается, но все равно, блин, 2250 за обычную самую версию, посмотрите, вот за вот этот ужас, все на тряпке, все на ручных этих, блин, регулировках, здесь вот эта допотопная приборка, ну, внешне, да, внешне та же самая машина, красивая, симпотная, но ездим-то мы внутри салона, да, нам, наверное, важнее то, что все-таки перед нами, как мы это ощущаем, а не то, что там только с улицы кто-то видит. Поэтому, к сожалению, вариантов очень мало, понятно, что Tiguan есть, понятно, что есть всевозможные, ну, вот эти F7, там, F7X можно поискать, по делу этих миллионов, уже старенькие тоже Santa Fe, но не новые, далеко не новые уже машины, могут быть бензин, могут быть дизель, ну, опять же, то есть тут кому что нравится, конечно, вот если бы сейчас Santa Fe, как буквально 3 года назад, можно было бы взять, там, за миллион шестьсот полтора, да, вот такую булушку, но тут, естественно, разговора нет никакого, то есть тут вариант у тебя, либо ты берешь булушный автомобиль за полтора миллиона, тоже отлично упакованный, большой, вместительный и, в общем-то, надежный, да, проверенный временем, либо тебе надо миллион доплатить, чтобы получить новый Джулион из салона, но сейчас, в этом году абсурд всей ситуации в том, что эти тачки, вся вторичка тоже поднялась, то есть они тоже очень дорого стали стоить. Обзорность очень хорошая у нее, стойки не мешают, и даже при условно невысокой посадке, вот эту машину сравнивают с различными Cherry, с различными, с Avail и других моделей. Джулион, он, на самом деле, мне кажется, он такой один из самых приземистых компактов кроссоверов, но он по факту как компакт-кросс идет, то есть его даже если сравнить с Cherry Tiggo с 7, я видел в некоторых обзорах сравнивать, особенно с Прошками, я вообще не понимаю, это все-таки немного разная машина, потому что Tiggo 7, это прямо, она реально больше чем на внедорожник, на большой семейный автоматический похожий, там и посадка сама выше, и, ну, само ощущение за рулем, а здесь это все-таки сугубо компактный кросс, городской преимущественно, поэтому с этой точки зрения у него, конечно, обзорность очень хорошая, очень достойная, зеркала здоровенные, я просто поражаюсь, удивительно, это хорошо, то есть они сделали реально такие лопухи, очень крупные, очень хорошо просматриваемые, соответственно, показывает он, когда есть какие-то препятствия, когда сзади машинки едет очень хорошо. Ну, в принципе, работая система контроля удержания в полосе и вот слепые зоны, да, просмотра, у нее хорошо работает, нормально, то есть если ты поворотник не показываешь, пытаешься перестроиться, а она, типа, руль пытается держать, не дает тебе, ну, физически все равно, ты перестроить сможешь, но она так упреждаешь, что, типа, не надо так делать. Слава богу, что это можно отключить. Но, повторюсь, все, что вот ты видишь, если это не трогать, этого не касаться, к этому не придираться, оно для бюджетного, как бы, компактного кроссовера очень хорошее здесь, реально, вот, на мой взгляд, очень классное. Экран этот здоровенный, на мой взгляд, даже можно было сделать его поменьше, но не обязательно, он такой огромный должен быть. Причем в предыдущих двух комплектациях он как раз более компактный, он мне даже больше нравился. Ну, здесь просто премиум больше опций. Вот этот блок кнопочек они сделали, наконец-то, изначально он тут весь сенсорный был, на это ругались постоянно на первых машинах, потому что случайно можно нажать, когда экран пульс, все. Это учли теперь кнопки физические, слава богу, спасибо. Но, на мой взгляд, неправильно сделано то, что все управление, там, климатом и громкостью запихнуто вот именно в экран. Больше ничего нет. На мой взгляд, ничто им не мешало сделать здесь либо как-то красиво второй ряд кнопок управления климат-контролем и громкостью, ну, либо можно было его сюда, его, например, красиво вынести, воздуховода посерединке сделать, здесь добавить, вот в некоторых машинах так делают. Было бы, на мой взгляд, гораздо удобнее, в первую очередь, не то, что красота, а удобнее. И вот это меня, конечно, разочаровывает во всех новых китайцах. Это и Tugela, это Atlas, это Atlas Pro, это и Colray, в котором, в общем-то, похожим образом все это сделано. Но, признаться, как бы, должен сказать все-таки, что у Gile, у них все-таки хотя бы есть здесь отдельные вот регулировки температуры. Все, они сюда выносят, вот тут у них оставлено. У Havail, они вообще просто по минималке все оставили, как есть. Вот, не всем нравится, мне тоже, я честно говорю, машина в целом мне зашла, классная, но вот это можно было сделать лучше. Тут что? Тоже, автохолд, кнопочка, парковка, да, стояночный тормоз и шайба. Шайба крутится там в любых направлениях, как хочешь, сколько хочешь, не ограничено. Опять же, говорил, ДМ надо было бы разнести, было бы гораздо удобнее для переключений, особенно, кто впервые эту штуку пользуется. Но, хотя бы красиво сделано, нету дурацких этих дешманских китайских рукояток переключения передач, которые обычно не кожаные, а просто пластиковые. На этом и спасибо. Вот. Здесь вот они в топовой этой комплектации Havail приклеили шильдик, вместо того, чтобы сделать полностью металлические решетки, да, такие по красоте, они просто вот такие вот планочки набили к дверям и все. Естественно, пластик весь здесь дубовый, не ищите, что здесь будет что-то мягкое, классное, красивое. Опять же, дверную карту, на мой взгляд, очень сильно спасает, вот так вот ты смотришь, вот это присутствие белых вставок. Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему так на рынке у нас мало машин со светлыми салонами, с такими вот, они даже не совсем белые, да, они такие чуть-чуть белобежевые, да, по слаловью кость, так резное там типа все. Но, на мой взгляд, вот присутствие вот этого белого цвета, оно очень сильно спасает конкретно данную модель и спасло бы многие другие китайские машины, вот, от ощущения дешевизны. Потому что, как ни крути, тачка, повторюсь, бюджеткая, и когда-то вот эта топовая комплектация стоила миллион шестьсот, миллион шестьсот пятьдесят на старте. Сейчас они стоят, ну, не в два раза дороже, но вот если приедете в салон и захотите, например, в Питере или в Москве, такую вот версию из наличия, прям вот, вот стоит вот такого же цвета, с таким же белым салоном, новая. Вам ее будут продавать от двух шестиста до, там, двух восемьсот трех, в зависимости от жадности. Если будете брать в кредит, понятно, еще переплатите, вам допус напихают. В общем-то, на мой взгляд, это неадекватно. И, конечно, за три миллиона, ну, слушайте, что бы там, знаете, что бы не происходило, сколько бы там доллар не стоил, какие бы потрясения не были, блин, ну, на мой взгляд, ну, не должны эти машины столько стоить. Вот просто не должны. То есть это ненормально. Ну, он Кодиак, например, уже, считайте, почти пятилетний, он девятнадцатого года, почти пять лет машине, блин, два двести. Они еще, если подумать, не так давно стоили, там, до двух миллионов в простых базовых комплектациях. Там, 1.8, 2, 1.7 какие-то варианты были. Ну, слушайте, ну, вот этот автомобиль неплохой, да, но пробег, возраст уже, там, 1.450 этот, с которым он нифига не едет. То есть, ну, это, опять же, Клюшкоду ушла пока что из России. Когда они там вернутся нормально с дилерством, со всем остальным, с обслуживанием, ну, неизвестно. Поэтому, конечно, неудивительно, что сейчас очень многие покупают и Джиллионы, и Колрея до сих пор, и аж девятые, Хавал, Хейвел, и седьмые, потому что, ну, вот, ну, что можно взять? Ну, окей, вот по цене вы можете смотреть, вот, Черри Тига 8 2021 года. Да, тут 2 литра, 170 сил. Ну, опять же, сразу смотрите, в каталог, ну, блин, он даже из десятки, там, еле-еле с трудом вылезет, ну, и внешка, видите. Тут, понимаете, тут получается, то есть, к сожалению, выбор свелся весь к тому, что если хочешь более-менее свежую машину, ну, 1, 2, 3 года, вот, до 2,5 миллионов, условно, да, бюджетка по нынешним временам, это вообще дикая. Недавно по 2,5 миллионов, в принципе, хорошие такие среднички продавались. То есть, ты, все, у тебя выбор, это Китай, если есть более-менее свежих, либо Корея, Япония уже старые, там, 60-летние машины, ну, CX-5, вот, более-менее, хорошо все идут. По управлению всеми этими делами вот здесь, вот это, с одной стороны, вроде, свайпами пользоваться удобно, ты вот раз, открыл, и все, тут можешь громко срегулировать, настройки аудио, системы подогрева, электрообогрев стекла, тут же режима вождения, кстати, вот, вот здесь вот, с автомобилем 4 режима. Ну, для города, на самом деле, для спокойной езды по трассе, вот этот нормал, стандартный режим, он абсолютно нормальный. Эко нафиг не надо, он придушивает, ну, снова не знаю, зиму еще не ездил, ну, в спорте говорят, что она такая, типа, заметно резвее, якобы, становится, я не верю. Все равно здесь роботы, вот эта седьмая, типа, семиступенчатая, условная DSG, да, хотя это не DSG, на самом деле, такие китайские роботы, с теми оступлениями, но он все-таки, довольно-таки здесь задумчивый, ну, я так сказал. То есть, на самом деле, динамика у него, за счет того, что всего лишь, на статистике лошадей двигателя, то есть, передний привод, он 143 лошадки, на полном 150, но он не тупит, он едет нормально, но, блин, в семиступке для робота, нифига, динамика может показаться многим, ну, недостаточно этот привод гонять ездить, мне нормально, вот если сравнивать, опять же, блин, ну, с Тугелой сравнивать неправильно, там класс другой, наверное, с Кул Рэем, Кул Рэй, он даже подинамичнее получается, у Кулёка в этом плане, несмотря на то, что там трехцилиндровый двигатель, и он порезвее, и вот там динамика разгона, на секунду с лишним быстрее, но даже если не обращать внимание на цифры, там прям чувствуется, что машинка очень такая легкая, резвая, и в нем есть вот это ощущение, что ты хочешь разогнаться, быстрее проехать, все, но в то же время у него, например, шумнее двигатель, чем здесь, потому что на Джолионе, если ты едешь, как сказать, спокойно, то ты двигателя вообще не слышишь, тут реально звук только от колес, колес на арке в салон проникает, если на нем ехать, прям активно крутить мотор и пользоваться там под рулевыми липсами в ручном режиме, то, конечно, он будет это шуметь, а вот, например, в Кул Рэе такая фигня постоянно, то есть ты постоянно, когда ускоряешь и едешь, у тебя постоянно звук двигателя отчетного слышен, здесь нет, вот в этом плане, он мне, кстати, комфорту больше нравится, чем у Кулёка. Ну и, в принципе, по салону просторнее, вот если эти две машины сравнивать, по отделке джили он все-таки, на мой взгляд, поинтереснее, вот именно по отделке мелоча, то есть не то, как нарисовано по дизайну, я имею ввиду, дизайн, на мой взгляд, у Джиллиона интереснее, чем у Кул Рэе, вот все, что здесь есть, как оно выглядит, богатой комплектации, на мой взгляд, прикольнее нарисовано, чем у Джиллиона, ой, у этого, у Кул Рэе, но там, я могу сказать, что по отделке, по каким-то отдельным элементам, там, под металл, здесь такая рукоятка блестящая, как в Гугиле было, там это поинтереснее сделано, но при этом смысл в чем, здесь машинка, ну, плюс-минус, если смотреть, тем более вторичку, они, конечно, Джиллион чуть-чуть подороже, получается, там, в среднем на 150-200 тысяч он дороже, но здесь больше места на втором ряду зданием, просторнее, и сам автомобиль по посадке, он как-то поинтереснее, ну, для меня, то есть все-таки здесь ты сидишь как-то чуть выше обзорность, чуть больше, кажется, машина покрупнее, поинтереснее, ну, по езде вот эта секунда, она никакой особой, как бы, разницы не приносит, ты не ощущаешь этого. По подвескам, ну, плюс-минус то же самое, вот здесь, могу сказать, на 18-х колесах премиум, и она не дубовая, она не сильно пробивается, но неровности вы будете чувствовать, то есть это очевидно. На Кульке, кстати, плюс-минус то же самое, а также с подвеской. Ну, и на Тугеле, на 20-х катках, которые вот она была, вот я ездил, на 20-х колесах, на Лете, там тоже довольно тонкая резина стоит у них, заводская, да то же самое, в принципе, плюс-минус неровности проходит так же. Здесь подвеска не лучше, естественно, чем у Джили, однозначно не лучше, но просто колеса поменьше, поэтому все-таки чуть-чуть где-то она мягче в стыке может проходить. Вот можно, например, Opel еще там, из последних, то что у нас был, это вот Grand Vlant X, можно взять Opel в цену Джилиона, тоже вариант, кстати говоря, почему нет, вот тоже вариант, но, слушайте, это все-таки Opel, это не, к сожалению, не все у нас их любят, не все ездят, и, в общем-то, по интерьеру, по салону, по всему он не будет сильно лучше Джилиона, я бы не сказал, что он вообще будет лучше Джилиона, к сожалению, китайцы, да, и места на втором ряду будет крайне немного, по сравнению с тем же Джилионом. То есть, ну, блин, никуда не деться, рынок сейчас такой, у вас везде будет компромисс, то есть, что бы вы не смотрели, ну, до 2,5 миллиона, скажите, ну, хотите Каптюр за 2 миллиона, блин, вот. Ну, что, тут как бы систему не обмануть, можно попробовать обмануть, знаете как, что Ролей и Квинокс себе какой-нибудь взять, они в пределах 2 миллионов, иногда не прям не сильно убитые из штатов при везенке есть, но это такой, как бы, понимаете, это путь такой, это везеные серые машины, никакой гарантии, дежурства нет, в каком состоянии ее там расколотили, утопили или просто там сделали, да, там после вандализма, вы не знаете, то есть, это на свой страх и риск вы берете, и в этих машинах еще надо так неплохо разбираться, и если там в крупных городах по ним есть квалифицированные сервисы, которые даже эту модель смогут обслужить, то в областях и в маленьких городах такие машины вообще никто не видел, не знает, и не дай бог сейчас не случится, но люди не пойдут на такую покупку, на такое приобретение, поэтому, ну что там, Mercedes GLA смотреть за 2 миллиона, да, уже восьмилетнюю машину, скоро 10 лет уже, там с авариями, там с кучей владельцев, со всем, и вот это, да, то есть вот что вы от Mercedes сейчас можете получить за 2 миллиона, вот, вот такой вот хороший качественный салон, вопросов нет, не будет, опять же, машинка, Mercedes, конечно, он будет приятнее, по ощущениям, по рулежке где-то, он будет, конечно, приятнее, симпатичнее, кому важен бренд, тем более, да, но, к сожалению, с этими машинами сейчас очень тяжело, люди от них начали избавляться, уже достаточно продолжительное время, Mercedes BMW, ну, бюджетные, я говорю, люди, которые брали раньше, это как премиумные, типа, для себя машины, сейчас они в этом сегменте оказались в бюджетках, да, и, как бы, Mercedes и BMW им уже, к сожалению, не потянуть с нынешними ценами на запчасти, на сервисы, и вообще на сами машины, поэтому, ну... Ну, тут, опять же, почему, например, брался Julian, потому что это машина с гарантией, это машина, ее можно брать новой, можно брать годовалой, можно двухлетней брать 21-го года, и у вас будет гарантия заводская еще долго, если он обслуживался у дилера, и планово это вовсе пройдено. Эта машина как бы беспроблемная будет. То есть, почему, например, выбор делается в пользу Julian, да, Uncle Ray, в тех же самых, что вы берете простой кроссовер, в общем-то, простой, но внешне очень достаточно симпатичный, внутри в нем приятно сидеть, все-таки это не дешман, как первые Creta и Tucson, там, у того же самого, да, Hyundai. И даже сейчас самое смешное, что корейцы уже, ну, в 21-м году, на мой взгляд, они начали китайцам проигрывать, вот в бюджетном именно сегменте, а сейчас уже к 23-му году, ну, на мой взгляд, Julian, он обыгрывает всевозможные корейские машины и даже японские по интерьеру, по отделке именно, по дизайну, по всему. Потому что если вы, ну, берете бюджетную машину, а не там, премиальную за 10-15 миллионов, вы везде будете терпеть компромисс. То есть все равно где-то будет глухой пластик, где-то будут сверчки, скрипы, где-то будет отделка бедная, там еще от комплектации сильно зависит. Julian очень сильно стал популярен в этом году, там продажи просто, ну, в три с лишним раза выросли, именно у Julian, у Halei, потому что все-таки, в отличие от уже безумно дорогого ставшего H9, и, в общем-то, даже F7 и F7X, которые, ну, просто страшные по внутренней отделке всему, и к ним уже привыкли, их уже много на дорогах, Julian, он как-то все-таки стал поинтереснее по совокупности характеристик, потому что, условно, будем, ну, будем брать не максимальные цены, ну, хорошо, 2-2,5 миллиона рублей, вы получаете кроссовер, который нормально едет, тут, в принципе, хороший робот с двумя сцеплениями, он достаточно быстро переключается, переключения вообще никак вы не замечаете. Ну, на 18-х дисках идет премиум, там, по-моему, если брать начальные версии, они на 17-х колесах, и, по-моему, этот Elite тоже, да, мы смотрели на 17-х, он бы был и еще чуть-чуть помягче, на 18-х стыке чувствуется, так вот, честно. А по шумке нормально, я могу сказать, по шумке такой же, как, в принципе, у Tugelo был, уровень шумоизоляции, здесь все то же самое, не лучше и не хуже, плюс-минус одно. Ну, вот, по крайней мере, в пределах города вот так вот, сейчас вот 60-80 ехать классно. Такой равномерный небольшой шум снаружи доносится нормально, не раздражает. Что еще, французы, ну, к французам у нас отдельное отношение в стране. Peugeot, да, 3008, например, вот очень, кстати, хороший вариант был, ну, слушайте, Peugeot 3008 мне пару лет назад, 2-3 года назад, с 17-го года, ну, условно, то есть тех же лет, однолет, да, то есть одного года машину можно полуторалетнюю было взять, они стоили там 1,5, 1,4 по низу рынка, 1,6 край. Сейчас они стоят, вот считайте, от двух. Пробеги стали больше, как бы интерьеры хуже не стали, на мой взгляд, за это время, то есть это все равно, это по-прежнему очень классный, современный кроссовер, если бы не ценник на них такой и абсолютно, то есть не ликвидность. Потому что, например, сейчас, понимаете, в этом году, как получилось, огромная доля продаж приходится на китайцев, и вот такие модели, как Gileon, они по рынку очень хорошо, сильно расходятся, то есть они сейчас достаточно ликвидные, их покупают все больше и больше, этих машин будет очень много, потом и на вторичке, там везде, и запчасти, сервис, все по ним будет, гарантии все еще достаточно долго действуют. Если вы сейчас возьмете в эти же деньги того же самого француза, на него гарантии у вас уже не будет, пробег будет заметно больше, и, к сожалению, ликвидностью у нас французы так и не отличаются, то есть захотите на что-то поменять, потом, да, ну вот вам придется даже так, думайте на два шага вперед, поездите вы на Peugeot, пробег переваривает за сотку, он в стоимости еще сильнее упадет, у вас его на выкуп, там вообще за миллион триста в лучшем случае за миллион четыреста в салонах будут давать, и вам опять же придется за тот же самый там следующий там Джиллион или Хавейл какой-то или Джилли доплачивать там сверху миллион полтора. Да блин, стоимость этой машины Peugeot по сути, то есть две машины, понимаете, вот в чем проблема. Тут, к сожалению, надо очень хорошо разбираться в ценообразовании, в сезонности рынка, в конкретной как бы ликвидности определенных производителей, моделей машин отдельных, чтобы вот умудряться поймать хороший вариант за более-менее вменяемую там, а то и выгодную стоимость, поездить какое-то время, а потом выгодно поменять на что-то, что вам больше приглянулось. Обычному человеку это, к сожалению, недоступно, то есть обычному пользователю, автовладельцу, у него просто нет времени этим заниматься, если он не в автобизнесе, если он там не перекупщик, то есть он не сможет в этом ничего себе хорошего подобрать. То есть только пользоваться услугами автоподбора, к счастью, которые сейчас есть, которые могут здорово вам жизнь облегчить, да. Джилеон, он победил в плане вот именно того, как это ощущается внешне, визуально, тактильно, ну, если сравнивать с одноклассниками, да, с Черри и с Джиле, например. Я имею в виду одноклассниками в плане компакт-кроссовер и в плане ценообразования. Здесь, значит, давайте просто по элементам салона. Вот я сел в тачку, да, и что мне в ней понравилось? Когда вот я тестировал именно этот автомобиль, и когда со знакомым катался на обычной версии, в средней комплектации Elite, а не премиум, как здесь, значит, что мне... Давайте сразу, что мне не понравилось, что бы ни предвзято. Значит, мне до сих пор не нравится, как они вот эти ручки делают. Что в Тугеле, что в Кулере, что здесь, что в Джилеонах, что там, в том же самом F7. F7 он еще более ужасно сделан по отделке. Здесь все-таки симпотия, но все равно, блин, вот люфты рычагов есть до сих пор. Форма красивая, дизайна у меня вопросов нет, но все равно дотрагиваешься, понимаешь, что все-таки это бюджетный автомобиль, надо сразу понимать. Вот здесь вот блок-кнопчик, да. Ну вот это все, это просто обычный пластик. Конечно, если вы будете сравнивать в этой же ценовой категории, ну, условно, да, там, 2-2,5 миллиона, да, максимум. Если брать бушные любые кроссоверы, рассматривать десятилетние, там все это на данный момент будет еще проще. То есть, конечно, если сравнивать именно по стоимости, то есть вам надо влезть, например, взять новый Джилеон, да, условно, там, до 2,5, да, предположим, рублей вы найдете, и вы начнете вот это все трогать, сравнивать, крутить. Конечно, если вы будете с десятилетними авто это сравнивать, то тут будет, ну, оно будет новое, оно нарядное, но по качеству исполнения, вот, дубово, дубово, кнопочки тоже дубовые, мягко здесь, зато вот эта вот вещь. Вот, все, что светлое, все, что бело, вот в этой, так называемой, белой коже, оно прям классное. Вот, на мой взгляд, это очень сильно данный автомобиль спасает, потому что все это здесь соседствует, вот, опять же, дубье, обычные, не очень симпатичные прорези, но в предыдущих версиях элиты в комфорт вообще там просто ужас, там просто дырки как будто такие пробиты, без формы, без всего. Вот, здесь они посимпотнее все-таки выглядят. Ну, разумеется, вот эти вот щели, понятно, пальцы вклад пролезают. Кому это важно, кто на это смотрит. В то же время это соседствует с очень симпатичной, вот такой мягкой, прям, такой на ощупь, гладкой, вот, карбон, типа, под какую-то отделку. Рядышком две совсем простые бюджетные кнопки и, типа, такая вот колоночка. То есть непонятно, почему они даже в премиуме не сделали ее металлической. Например, в той же тугеле такие вставки есть, металл. Тоже, если будете придираться, оно вот так на ощупь мягкое. Ну, блин, ну, все равно, понимаете, что это не настоящая колонка. Вот, все. Руль. Очень классный с этой белой подушкой. Я прямо от него кайфанул. Просто когда вот сел этот автомобиль, я посмотрел, блин, руль просто шикардосный. Вот как вот эта штука перед тобой белая смотрится, вот именно так и на исполнении с кантовочкой. Достаточно тонкий обод. Вообще, такое ощущение, что копировали один из рейндж-роверов. Скорее всего, ленд-ровер. Ивок, я так думаю, модели они пытались скопировать. В общем-то, похожим сделать. Например, игры в мультимедиа. Прям круто. Большой экран, красивый, все классно. Отзывчивый, открыт хороший. Нет, ну, все равно, вот управление меню экраном, оно ни хрена не интуитивное, не такое понятное, как у многих других автомобилей. Но при этом, если под себя все нормально один раз настроить, просто вот выкинуть из головы в этот момент, тачка очень комфортная получается. Один раз под себя все настроил, выбрал, что тебе надо, что тебе не надо, отключил. И все, сосредоточился чисто на лождении. Очень все нормально. Также из нюансов, многие, кстати, отмечали, я тоже это увидел, что с шайбой, шайба красивая, удобная, все верно, да. Но тут, опять же, бывает, что если в покупках резко там люди поначалу садятся, вот этот режим драйв автоматически, условно, и ручное, да, переключение, оно в одном положении, фактически, шайбу чуть не так повернул, задумался, и все, ты можешь сразу знаем. Хорошо, что здесь на экране она это показывает. Но это, опять же, не все сразу видят, ошибаются. Ну, опять же, если подумать, фигня, но, блин, еще мешало отдельно, и мы еще один вот здесь сделать отдельный режим, еще с щелчком таким отчетным, чтобы переходить. Да, что тут еще прикольно сделано, кстати, как раньше на Ки, на этих, по-моему, на Opti в топовых комплектациях было. Вот нажимаешь, вот камера, сейчас у YouTube, блин. О, ты можешь в режиме реального времени едешь, даже вперед, она тебе показывает, что вокруг происходит, что к краям. Ну, классно. Это понятно, что нафиг не надо, но с другой стороны, если ты медленно вот так в пробках едешь, ты можешь просто посмотреть, что происходит, спереди, сзади. То есть там... Ну, видимо. Там, причем... Вот там спереди, где-то... Мне нравится, что здесь можно вот эти дурацкие направляющие убирать, вот эти для парковки, которые, типа, делают. Потому что они все-таки отключаются, потому что они не очень удобные, честно говоря. Так, в остальном, кайфово. В целом, очень удобный. И подвеска на 17-х колесах реально комфортная. То есть, если брать... Ну, и Atlas Pro, например, тот же самый, он побольше, и он, наверное, чуть помягче, если не на самых больших дисках. Джолион. Слушай, ну, мне, конечно, однозначно, чем Coolray, он все-таки помягче и потише. Он просторнее, он помягче чуть-чуть, не сильно, но все-таки. И он по шумоизоляции, мне кажется, получше, чем Coolray именно. На уровне с Tugela где-то. Ну, еще от шин зависит, но мы сейчас летом едем на летних... А? Тут кунха стоит самая простая. Да, здесь самая простая кунха, а вот на Tugela я помню... Да, на 20-х колесах была бы вообще, конечно, жесткая. Ну, Tugela на 20-х кое-где была чуть-чуть пожестче, она иногда громыхала на летней резине, на зимней было помягче. Так что нет, Джолион в этом плане очень даже комфортный за свои цену сейчас. Ну, не сейчас, на самом деле, а когда вот эта вот машина... Вот когда вот эта машина новая, не так давно еще относительно стоила в комплектации премиум в максималке на миллион шестьсот, вот это действительно очень круто было. Сейчас они стоят в максималке такие новые на миллион дороже, если без всяких там каких-то акций, скрытых, скидок и всего. Ну, да, конечно, за три миллиона это, я считаю, борщ. Ну, блин, визуально очень он приятный. В нем нет отвращения, нет ощущения, что ты в дешманской китайской машине. В самом деле, он очень приятно, даже, потому что у него есть новая гера. Да, он классный. И у него очень... Да, да, да. Тактильное, приятное все. Да, да, очень хорошо сделано. Негаденько, не мерзненько. Ну, опять же, в начальной версии, в комплектации комфорт, по-моему, комфорт, да, называется? Такого нет ощущения, честно. И даже в элит, вот в элит мы сидели, когда смотрели тканевый салон, он все-таки... Не, ну все равно, когда все тканевое, все черное... Все зависит от цены. Да, тут все-таки понятно, тут хоть как-то заметно за что-то переплатил, ну, с учетом цен на китайцев. Там вообще я не понимаю, за что там, блин, два с лишним миллиона отдавать. Там, условно, бомж-комплектация, экран меньше, проекции нету, то есть самый приборная панель тоже там совсем простая, там смешные какие-то старые такие колоссы, дешманские, а нет. Поэтому вариант был вот брать только в премиуме, и только в белом салоне, вот так вот. Кнопка старт-стоп, конечно, очень простенько сделана. Не люблю, когда вот нет никакой окантовки. Видите, здесь просто такая пластиковая панель, в ней прорезаны отверстия, и туда всунута вот эта дешевая пластиковая кнопочка, которая еще и люфтит. Не очень приятно. Ну, как бы там ни было. Нормальная панель приборов, цифровая. Хотелось, конечно, именно цифровой брать, потому что обычная приборка, ну, это просто жесть. Что там эти обычные такие древние колодцы, как машины 15-летней давности, ну, 10-летней, без разницы. Вот. И, конечно, это, ну, блин, ни в какие ворота по внешним временам, да и же с такой, как бы, стоимость не лезет. Вот. Очень красивая, в общем-то, мультимедиа сделана. Не лагает, ничего, все работает как надо. Можете хоть как в движении пользоваться, хотя я им не рекомендую это делать, так и на месте. В общем-то, достаточно много всевозможных настроек. Нажимаете Home. Тут есть свайп, вот этот вот основной, когда вы вправо проводите. Здесь основные настройки, да, вот громкость, звук, режимы езды. По автомобилю, в общем-то, комфорт, вождение. У меня здесь самые разные эти ассистенты, помощники. Я думаю, все это уже известно. Я не буду на этом акцентироваться. Короче, она упакована очень хорошо. Премиум, конечно, классный экран здесь этот стоит. Если с Тугелой сравнивать, опять же, я просто буду с Тугелой сравнивать, потому что я на ней, да, Саша, там нормально поездил. Тут, конечно, уже покрасивше все. По красивее. Удивление у меня, что Хавейл, вот, например, сейчас он, ну, как минимум, не хуже, чем Джили. Раньше Хавейл были попроще, но, блин, здесь все очень прям красиво обогрели. Лев, циркуляция. А, тут тоже все, свайп. Все, отклик очень хороший. Отклик хороший, очень быстро реагирует. Так что... Вождение, опция, кампу, шедела. Здесь есть проекционный дисплей. Кстати, достаточно хороший, приятный на вид. Приборный вид, приборная панель имеет вид, у него 3,3 опция. Можно такой ставить, можно немножко поменять. Сейчас в меню, если зайти. Для этого надо кнопочку ОК удерживать, чтобы в меню заходить, чтобы она переключилась. Дальше нажимаете кнопку назад, вот эту вот, и там уже можно путешествовать по менюшкам. Видите, там перемещение происходит. То есть, ну, такая, блин, вот нелогично, конечно, сделано, что, блин, ты ползаешь по разделам меню при помощи вот этой клавиши. Это меня, конечно, выбесило. Вот видите, вот я нажимаю, и мы перемещаемся по какому-то меню с помощью вот этой кнопки. Ну, это пипец, неинтуитивно, на мой взгляд. Какая-то глупость, честно говоря. Зачем так они сделали, я не понимаю. Ну, вот. Давление в шинах, радио какое играет. Здесь, понятно, там по соединению, если вы будете по громкой связи говорить. Ну, здесь показывают предупреждения всевозможные. Сейчас то, что я не пристегну, да, сижу, он сразу это палит. Настройки, видите, вот выбор темы выбираете. Ну, бортовой комп, понятно. Выбор темы, вот, наверное. Блин, видите, еще надо понять, блин, выбор темы. Окей, вот, технологичный. Выбираем модный. Так называемый, конечно, название, да, тут уже забавное, смешное. Модное, видите. Нить почти ничего не поменялось, реально. То же самое. Но динамично это стандартно идет, с крупным тахометром. Это он как в базе, наверное, должен идти. Не знаю, мне не очень нравится вот этот серый цвет, вот этот серый круг. Не люблю, поэтому я поставил, блин, технологичный. Он как-то больше нравится. Больше приятен глазу. Вот. Тут будут показания. Тахометр слева, километраж справа. Ну и на проекционном дисплее он скорость, в общем-то, показывает текущую. Есть, соответственно, естественно, лимитер можете настроить, круизом пользоваться. Это все есть. Нормально. Но я повторюсь, несмотря на то, что навигация и управление не очень продуманно и неудобно, реально много дополнительных лишних разделов. То есть здесь нет такого, что просто по экрану тебе просто элементарно надо громкость, да? Самое основное, что тебе надо прибавить, убавить громкость. На руле понятно. Мы можем это делать вот здесь слева на блоке. И вот здесь залезать во все эти дебри, там, вот сюда вот тыкать, вот так, вентиляцию заходить. Менюшки красивые, очень быстро выезжают, красиво все переключается, спору нет. Но, блин, вот сюда, блин, это планшет. Это реально как планшет или как дома, знаете, смарт-ТВ телек. То есть, на мой взгляд, не очевидно, что надо было и хотелось бы всем видеть это именно так. Можно было бы сделать попроще, я повторюсь, и оставить здесь дублирующие физические кнопочки. Тогда было бы кайфово. Ну и в целом это придирки, а так за то, что здесь есть вот тот комплект, набор опций, который они предоставили, да, в хорошей вот комплектации, это все прекрасно. Жалко только то, что машинка ездит красиво, там, километраж, показывает время в пути. Мне жалко только то, что они, конечно, блин, ценник при этом дерут там под 3 миллиона за такую вот комплектацию. Это, конечно, перебор. Поэтому, в принципе, люди и берут. Вот. Что можно взять? Ну, здесь надо, конечно, смотреть. Вот заходить на вторую и сравнивать. Ну, по большому счету, весь разговор о том, что пока что Китай. Китай, он просто, вот наш автопром, еще оставшийся кое-как живой Китай, это вот то, что сейчас основной сегмент рынка из бюджетных автомобилей. Поэтому вот, ну, поэтому Gileon не самый лучший вариант, но один из тех, который имеет право на существование. Наждусь. Да.